Подлинники великих художников Пабло Пикассо и Франциско Гоя представили в выставочном зале. Там открылась выставка знаменитых испанцев «Песок и кровь». Посвящена она испанскому искусству коридзи. Это более 130 гравюр, афортов и литографии с подписями самих авторов. Алина Котрихова, одной из первых, побывала на выставке и узнала, какие идеи хотели донести до зрителя авторы. Пабло Пикассо и Франциско Гоя, прославленные мастера, не нуждаются в представлении. Они жили в разное время, но, как каждый уважающий себя испанец, посещали кориду. А затем впечатления от увиденного передавали в своих работах и закладывали свои, совершенно разные идеи. Вторая половина XVIII века и начала XIX в это время жил Франциско Гоя. Его творчество – это критический реализм, другими словами, правдивое изображение того, что видит автор. Корида, которую изображал Гоя, показана без прикрас. Сюжеты настолько реалистичные, что в то время пугали испанского зрителя. И он считал, что эти афорты будут популярны, поскольку тема кориды, Испания. Но публика не особо тепло их приняла, поскольку работа очень реалистичная, очень правдивая. А для испанцев корида – это все-таки праздник. Все эти афорты, а афорт – это разновидность гравюры, подлинники. Франциско Гоя выполнял изображение на металлической пластине иголками, заполнял краской и отпечатывал сам. Или же это делали затем его помощники. Отпечатки можно было получить и после жизни автора. Кстати, несколько лет назад на аукционе за рубежом одна из отпечатанных серий о кориде Гои была продана почти за 2 миллиона долларов. Афорты здесь подлинные. Более того, они отпечатаны на бумаге 19 века и по технологии, которой пользовался Франциско Гоя. Но напечатаны не в 19 веке, а в 1947 году. И это последняя печать афортов Гои вообще в принципе. В этой серии множество интересных сюжетов. Вот Тореадор Марчино, который был известен своими безумными выходками. Здесь он закован и, сидя на стуле, победил быка. Кто-то из Тореадоров умудрялся оседлать быков. А вот женщина Пикадор. В свободное время она продавала спички. Интересный момент. Гоя, можно сказать, был журналистом своего времени. Он не просто посещал кориду, чтобы затем передать впечатление от увиденного, но еще и показывал какие-то особо опасные моменты. К примеру, как в этом случае, где бык выбежал прямо к зрителям. Совершенно по-другому показывал кориду другой знаменитый испанец Пабло Пикассо. На выставке представлены его литографии. И это тоже все подлинные работы. К примеру, здесь Пикассо сам наносил малиновую краску, отпечатывал, наносил черную и так несколько раз. В самом конце лично нумеровал. Для Пабло Пикассо в его творческой биографии важную роль сыграли, как ни странно, быки. Потому что для него это был такой важный символ. И в конце жизни он часто представлял себя Минотавром. И даже есть автопортреты в образе Минотавра. Ну и вторая его страсть – это женщины. Его корида далеко не реалистична. В отличие от Гои, он пытался донести до зрителя один важный момент – мученичество животного, его жертву. Он даже сравнил быка с Иисусом Христосом. По мнению Пикассо, бык и Иисус Христос – это жертвы. То есть, как мы помним, одного распяли на кресте, другого убивают на кориде. Таким образом он их сравнивает. То есть, совмещает такие, казалось бы, несовместимые фигуры. Пабло Пикассо посещал кориду с детства. За день до мероприятия он делал литографии. Во время него продавал свои работы. А на вырученные деньги покупал билет на следующую кориду. И так по кругу. Пикассо был художником плодовитым, а потому постоянно нуждался в новых эмоциях. Впрочем, получить свою порцию новых впечатлений можно в выставочном зале Музея Воснецовых. Выставка «Песок и кровь» там будет работать до середины ноября. Алина Котрихова, Никита Рябинков. Информационный канал «Город».